Причина, почему, братья, почему этот человек сбился с пути, кто знает. Когда он, братья, читал Кур'ан, этот Кур'ан на нем виднелся, он был защитником ислама, что случилось с ним? Не через меня, он, братья, обольстился собой, сказал, я, вот смотри, какой я, я читаю, а он не читает, я знаю, а он не знает. Вот это пошло у человека. Человек, который что-то узнал, что не знает другой, он, братья, должен быть подобен посланнику Али-Саратовсам, следовать его пути. Что сделал пророк Али-Саратовсам? Пророк Али-Саратовсам больше знал или же сподвижники больше знали? Кто знал больше из ислама? Пророк Али-Саратовсам? Пророк Али-Саратовсам. Поэтому что он делал? Он всю свою жизнь отдал на обучение сподвижников, всему тому, что он знает, и донес все, братья, что он знает, он донес это до сподвижников, не оставил ничего, всю свою жизнь потратил на это. Вместе с тем, что у него были другие заботы, у него семья, у него 9 жен было, братья, у него был, братья, правителем государства, он был полководцем, братья всем был пророк Али-Саратовсам. И вместе с этим он находил, и вся его жизнь была преподаванием, донесением. Этот же человек изучил сам и видит, что я знаю, а люди не знают. Тогда обучи их. Нет. Тогда и они будут знать, как и я. Тогда я не буду выше них. А я хочу что? Быть выше них. Даже если я им что-то буду рассказывать, я буду заумно это вычурно рассказывать, чтобы они не могли этого понять. Какая польза в этом у раба Аллаха? Посланник Аллаха, который как можно облегчал, и ты, который как можно усложняешь религию, чтобы не поняла, как некоторые говорят, чтобы каждый второй, третий не заходил в знания. Субханаллах. Пусть не то, что каждый первый заходит, пусть каждый первый знает все то, что мы знаем. Это прекрасно. Валлахи, братья. И любой человек, братья, знает, что, субханаллах, когда ты, братья, изучаешь сунну, валлахи, самое приятное и самое любимое для тебя, чтобы все это знали. Каждый раз, когда, валлахи, братья, бывает такое, что читаю хадис, братья, хочется, чтобы каждый знал этот хадис. Субханаллах. и клянусь Всевышним Аллахом. Желаю, чтобы каждый на свете почувствовал эту сладость. Когда ты понимаешь Кур'ан, когда ты узнаешь что-то из Тафсира, желаю, чтобы каждый на свете мусульманин все это знал. И поэтому ты стараешься доносить до людей. Но приходит тот, кто говорит я знаю, другие не знают. И поэтому что? Итогом становится, что он оставит Кур'ан, что он выйдет против своих близких с мечом. И поэтому вы слышите истории некоторых из них, кто свою маму убил, кто своего отца убил. Субханаллах! Как может человек до этого дойти? А ну, братья, вот, вот эти шаги. Поэтому посланник Али-Исалатсам, когда Всевышний Аллах в Кур'ане запретил нам что? Следовать по стопам шайтана. Шайтан, когда, братья, вот так сворачивает, он, братья, не сразу сворачивает и не сразу тебя забывает. Он вот так вот идет, окольными путями. И ты думаешь, нормально, нормально, немножко отошел, немножко отошел и так далее, и так далее, пока не уходишь. Просим Аллах укрепить нас на прямом пути.